Ну, начать сегодня обзор более позитивный, чем негативный, хотя и без этого не обошлось, это все-таки война. Но, тем не менее, есть несколько приятных новостей. Во-первых, хочется начать с того, что сегодня День территориальной обороны и поздравить всех участников с этим днем. Территориальная оборона показала себя очень эффективно в оборонительной операции. И сегодня бригады территориальной обороны сражаются на линии фронта вместе с вооруженными силами Украины. У нас есть войска территориальной обороны, у нас есть территориальная оборона. Кстати, оборона некоторых городов, она была вынесена, ее в основном на своих плечах вынесла территориальная оборона. Сумы, сумская территориальная оборона. Кстати, в городе Ирпень первый бой приняла территориальная оборона, а потом уже подтянулись вооруженные силы Украины. Так что, я думаю, что это перспектива и залог нашей безопасности. Надо будет, и скорее всего мы так сделаем, на базе территориальной обороны создать что-то вроде швейцарского варианта. Чтобы Украина могла за считанные 1-2 дня, за где-то 24 или 48 часов разворачивать территориальную оборону где-нибудь в численности под 500 тысяч, это как минимум. И тогда, да, тогда мы можем чувствовать и давать фору вооруженным силам для полного развертывания и занятия обороны в случае возникновения внешней угрозы. Ну и еще одна новость, это наши войска вошли в Лиман. Уже есть официальное подтверждение командования Восток и есть официальное подтверждение Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, впервые такое. Но более подробно об этой ситуации мы поговорим чуть позже. Итак, оперативная обстановка сегодняшнего дня. Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на попытках оккупировать Донецкую область, удержать захваченные территории, а также срывать активные действия сил обороны на определенных направлениях. Противник обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии фронта, на всех участках, ведет активную воздушную разведку, наносит удары по гражданской инфраструктуре, домам гражданских лиц, нарушая нормы международного гуманитарного права, закона и обычаи войны. Сохраняется угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных удара и 16 авиационных ударов. Нанес более 75 ударов реактивными системами залпового огня. Тяжелые системы – это ураган, в основном и смерч, по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, противник использует беспилотные летательные аппараты типа Шахет-136, иранского производства, для ударов по объектам инфраструктуры. Очень активно. Видимо, мы говорили с вами о том, что цифра мелькала около 300 единиц им поставлено. Ну, вот теперь надо ввести статистику, сколько их еще осталось. Но, тем не менее, статистика по их сбитию растет и растет в хорошую сторону. За минувшие сутки от ударов противника пострадали более 30 населенных пунктов. Среди них из самых таких тяжелых, и я бы сказал, которые надо приравнять, наверное, к террористическим актам, ну, или к самым тяжким уголовным преступлениям, военным, это расстрел колонны в районе Кубенска. Колонна гражданских машин, которые люди пытались эвакуироваться, уйти от обстрелов, их накрыла российская артиллерия. На сегодняшний день статистика там более 20 погибших. Сейчас ведутся следственные действия, врачи и МЧС оказывают помощь раненым и пострадавшим. А также пострадали Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Маренко, Водяная, Новоукраинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса. Ну, вот эти вот крупные города, они сегодня постоянно в списке, уже даже реже встречается Харьков, в списке городов, по которым наносятся удары. Причем удары в основном, особенно по Николаев, Одесса, Запорожье, Днепр, там в большей степени прилетают ракеты С-300, С-400, комплексов, которые переделаны под класс земля-земля. Дальность их до 200 километров, как мы знаем. Там задавали вопрос по Запорожью, что в районе Токмака, да, мы вынесли почти все ПВО С-300. Ну, это ж не единичные случаи. Тем более, вы знаете, что они снимают ПВО с той же финской границы и перебрасывают сюда в Украину. Я так понимаю, что они готовы оголить все и до последнего комплекса все бросить сюда. Ну, теперь пройдемся по оперативным направлениям. Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. Но на территории Белоруссии замечено перемещение войск. Есть, как сообщает телеграм-канал Белорусский Гаюн, замечен в районе Гомеля, замечен воинский эшелон с российской военной техникой. Там в основном артиллерия и боевые машины. То есть, вполне возможно, что Россия начинает потихоньку первые эшелоны заходить в Белоруссию для возможного формирования группировки войск численностью до 120 тысяч. Но это перспектива. Пока только первый эшелон. Возможно, это переброска войск с одного направления на другое. То есть, имеется в виду с киевского направления на волынское направление. Посмотрим, куда он доедет, этот эшелон. На северском направлении. Сегодня, за минувшие сутки, досталось Сумской области. Черниговская была полегче. Обстрелы. Также обстрелы зафиксированы на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Более активные обстрелы начались на Новопавловском и Запорожском направлениях. Но на Южнобукском направлении обстрелы идут из всех видов огневых стресс, которые есть у Российской Федерации. Да, их интенсивность немного снизилась из-за нехватки боеприпасов. Но все равно они пытаются обстреливать все на глубину досягаемости их огневых стресс. То есть, не только передний край, но и близлежащие села и города. 28 населенных пунктов вблизи линии соприкосновений на Южнобукском направлении в течение этих суток были подвержены огневому воздействию со стороны российских войск. Враг продолжает нести потери на украинской земле в результате эффективных действий Силы обороны. Подтверждено, что склад с боеприпасами был уничтожен после огневого удара 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. И около 50 человек личного состава российских войск получили ранения различной степени тяжести. Меры частичной мобилизации, объявленные военно-политическим руководством Российской Федерации, продолжаются. С 30 сентября текущего года боевые части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в полную боевую готовность. Принимаются меры по рассредоточению подразделений. То есть они привозят личный состав и пытаются его развозить по разным местам, чтобы они не скапливались в одном месте, опасаясь огневых ударов с нашей стороны. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет мобилизованного мужского населения Автономной Республики Крым, Краснодарского края и Республики Адыгея. Вот эти три региона, на базе мобилизованных в этих регионах, в Крыму будет формироваться мотострелковая дивизия. Это порядка 10 тысяч человек. Отмечено прибытие около 2000 мобилизованных в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая базируется в городе Севастополь. Ну мы неоднократно слышали, я вам рассказывал про эту бригаду, это уже наверное будет третий или четвертый даже состав этой бригады. Она умерла один раз в Мариуполе, потом она на Херсонском направлении несла сумасшедшие потери и вот сейчас видимо третий состав будет набирать за счет мобилизованных. В районе города Буденок, Ставропольский край, это около 5000 мобилизованных прибыло в 205-ю отдельную мотострелковую бригаду 49-й объединенной армии Южного военного округа. Известно, что около 3000 находятся в пункте постоянной дислокации этого подразделения, остальные в палаточном городке на Николо-Александровском полигоне. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке. Занятия, я уже говорил вам вчера, занятия рассчитаны на 30 суток, то есть на один месяц. Так что к концу октября, к началу ноября мы ожидаем, что эти подразделения будут сформированы, с ними будут проведены тактико-специальные занятия, больше они вряд ли успеют. И скорее всего начнется в ноябре месяце переброска этих подразделений на линию фронта, для усиления линии фронта. Если же фронт будет двигаться более активно, то вполне возможно, что подготовка будет свернута и все, что успели сформировать, будут бросать на передовую. Вот такая вот ситуация назревает в Крыму и на территории Ростовской области и Краснодарского края в Южном военном округе. В течение суток подразделения сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутская, Бахмут, Веселая долина и Первомайская. Ну здесь как и обычно, наверное, так будет можно уже так сказать, российское командование не прекращает огневых ударов и попыток штурма наших позиций теми силами, которые остались. Вполне возможно, что может быть в ближайшее время перекинута часть мобилизованных на это направление. Хотя это не те войска, которые мотивированы как ЧВКшники для того, чтобы ввести наступательные действия. В поддержку действий сухопутных группировок воздушные силы вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесли 29 авиационных ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 участка или района сосредоточения техники и вооружения противника и личного состава, а также 6 зенитно-ракетных систем противника уничтожено в ходе этих ударов. Кроме того, наши подразделения воздушных сил сбили два беспилотных летательных аппарата. Но сюда надо еще добавить, наверное, почему-то не вошла. Надо добавить, что сегодня, но в ночь на 2 октября, это свежайшие данные от воздушного командования ЮГ. Была попытка атаки на Николаевщину, Николаевскую область. Дроны-камикадзе «Шахет-136» в количестве 7 штук пытались атаковать Николаевщину. Пять дронов из семи были уничтожены военнослужащими зенитно-ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитно-ракетной. Две зенитно-ракетные бригады отработали и из семи дронов до места назначения, до места удара долетело только два. Также ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 8 командных пунктов. Это начиная от командного пункта батальона и другого более высокого уровня. 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитно-ракетных комплекса С-300. Так что, видите, наша и артиллерия, и воздушные силы наносят, максимально стараются нанести огневое поражение противнику.